Добрый день, меня зовут Егорова Екатерина. Я житель дома ЖК Шерлот. Мы переехали сюда в конце мая. У меня дочке 6 лет. Ей очень понравилась площадка. Мне не очень, потому что состояние площадки оставлялось желать лучшего. Живет 30% и мы знаем, кто гуляет на этой площадке, что она пользуется популярностью соседних дворов. Детей из соседних дворов. В общем, что я наблюдала за этот месяц. Песок исчезал мгновенно. Мы один день гуляли, песок был, на следующий день песка не было. Во-первых. Во-вторых, вся площадка изрисована. В-третьих, сюда приходят с чипсами, с соками, напитками. Все это бросается. Ладно. Дети приходят без родителей, подростки приходят без родителей. Очень нецензурно выражаются, на замечания не реагируют. Просто водить ребенка сюда на эту площадку не хочется. Я понимаю, что она как бы наша, но водить мне сюда не хочется. Мы ходим на горсовет гулять. Потому что, во-первых, как вам сказать, вот именно подростки ведут себя просто отвратительно. Матерятся. Отсюда, через эту калитку они, между прочим, не ходят. Они проходят через центральные ворота. Подростки, а вы видели, откуда приходят они? Да, я неоднократно им делаю даже замечание. У меня на телефоне весь видео. Я сидела на скамейке. Они с ноги выбивали вот эту калитку. Проходят к тем воротам, открывают дверь. Я говорю, куда вы идете, ребята? Они говорят, мы выходим из детской площадки. Я говорю, так вот открыта дверь. Выходите, пожалуйста, через дверь. У них магнитов нет. Поэтому они пинком открывают вот те калитки. Я вам по позже видео показать сейчас запишу. Поэтому я не знаю, кто закрыл калитку, но это самое адекватное решение. Нам не жалко, когда приходят сюда мамочки с детьми, играют. У меня очень ребенок контактный. Ей нравится играть с детьми. Но приходят подростки, и это просто неконтролируемо. Уже некоторые женщины, я прохожу, мы сейчас с мужем, поэтому как бы на мои замечания с мужем они реагируют и стараются вести себя потише. Но очень часто слышу, что женщины, которые гуляют днем одни, на их замечания, они слышат конкретную агрессию. Когда мы покупали квартиру, я лично покупала квартиру в марте 2019 года. Я видела план и очень надеялась, что будет все так, как на нем есть. Но, зная, как застройщики иногда лавируют, прекрасно понимала, что могут быть изменения. Но вот никто из жителей не ожидал вот такого подвоха. Естественно, мы тоже, мы до сих пор жалуемся, и жалуемся и администрации, и застройщика, и насчет парковки. Ну, много там у нас моментов, во-первых. И когда я покупала квартиру, увидела и ваши все видео, и видео жильцов, что никто не соглашался. Я сама подписывала. Там, в парке, около парка Гуфори тоже до сих пор участок вроде как. Да, 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 тоже петицию подписывала. Мы находим нарушения и показываем на них. Это понятно. Но именно когда я покупала квартиру, дом уже строился, соответственно, он бы достроился в любом случае. Поэтому, что я хочу сказать. Мы сами не очень довольны, точнее, совсем не довольны тем, какую свиню нам подложил застройщик. Но я тоже не хочу, чтобы мой ребенок за это отдувался. Отдувался за застройщика, потому что я покупала именно закрытый двор и закрытую детскую площадку. И как бы абсолютно не рады соседству не очень адекватных подростков. Продолжение следует...